так к нашему разговору сейчас присоединиться екатерина шульман екатерина я вас вижу и слышу и вижу также и себя накануне войны ну вот вплоть мне кажется до 24 февраля все-таки многие эксперты и политологи говорили что на самом деле война войны не случится просто потому что она никому не выгодна и на самом деле никому не нужна и нет такого вот выгодополучателя этой войны который был бы очевиден наоборот и всем казалось многие об этом писали по крайней мере очень уверенно говорил что война начнется президент сша байден основываясь на данных получаемых видимо разведкой американской но эксперты политологи склонялись к тому что все таки вряд ли война начнется потому что никому не выгодно и путин скорее всего блефует вот как вам кажется почему все эти прогнозы не оправдались что происходило в голове путина что он все-таки отдал приказ о наступлении вот какая реальная была мотивация ну я вполне один из этих экспертов который тоже считал что да конечно погрохочут оружием побрецают разойдутся опять же как 21 году был прецедент мои выводы основывались ни на каких не на данных разведок разумеется а на моих представлениях о том как работает наша политическая система как работает государственная машина вот насколько она сколько она имитирует на что она на самом деле способна ну кстати говоря последующие события в общем показали что за исключением возможности принять решение и скажем так все всеобщие способности взять пускозырек в остальном мы более-менее адекватно себе представляли каковы на самом деле ресурсы и каковы на самом деле возможности то есть заявить можно много о чем отчитаться можно тоже много о чем а дальше там на земле все идет что называется по-разному а иностранные журналисты с которыми я общалась вот в течение февраля до того как все это произошло они говорили о смотрите на западе все ждут значит в ужасе что это обязательно случится в россии никто не верит абсолютно так абсолютно вы тут вы тут никто не верите я говорю да я тоже на самом деле не верю потому что ну ну зачем зачем значит при помощи чего какими средствами и самое главное с с какой целью вот это вот все затевать а теперь по прошествии вот этих вот недель и уже месяцев я думаю что тот тот ответ на вопрос зачем и почему который приходит в голову который в общем как-то кристаллизовывается из наблюдений за этим всем происходящим он в общем наверное такой а вы знаете это тот странный случай когда надо верить официальным декларациям в них есть значительная доля правды помните эти формулировки популярны динаме я даже не об этом я даже не об этом смотрите решение было вынужденным но не необходимым нам не оставили другого выхода а также то что это не война а специальная военная операция и задача ее не оккупация украины вот кажется что вся реальность противоречит этим заявлением давайте посмотрим вот на что ведь представим себе что целью является действительно не не оккупация украины не захват новых территорий а цель внутриполитическая целью является упрочнение установления такого политического порядка который не сможет быть изменен потому что произошедшее слишком радикально его никак нельзя откатить назад этот порядок не сможет быть изменен никаким следующим политическим лидером даже если он будет другой так сказать направленности и он не сможет быть изменен следующими поколениями даже если их ценности будут иными почему решение было вынужденным но неизбежным потому что те процессы трансформации ценностей за которыми мы наблюдали последние лет 10 и в особенности последние лет 5-7 вот это вот смена парадигмы большинства скажем так с имперской на консюмеристскую с изоляционистской на более открытую распространение ценностей нового типа в основном среди молодых возрастных стран но не только среди них и кстати говоря удивительно теперь вспоминать об этом но в декабре 21 года накануне уже совсем накануне всего того что произошло в россии положительно относились к сша 42 процента опрошенных отрицательно 45 то есть вполне такой был вполне паритет там где-то там где-то в начале года по моему число хорошо относящихся даже превысило несколько число относящихся плохо этот процесс между прочим улучшение отношений к внешнему миру он шел с приблизительно после 16 года начался 17 но в особенности ему был дан импульс если помните чемпионатом мира по футболу до 17 год вот тогда был фестиваль значит дружбы и любви интернационализма страшно обрадовались люди что позволено наконец-то быть хорошими и добрыми и очень наслаждались этим своим состоянием и с тех пор стали лучше относиться и к европейскому союзу и к сша и даже страшно сказать как украине пошла положительная положительная динамика при этом уровень доверия федеральной власти снижался параллельные процессы можно сказать как-то взаимосвязанные процессы существует какая-то взаимосвязь все это происходило и если что называется ничего не делать как нынче нам говорят мы вообще потеряли бы нашу молодежь безвозвратно когда говорят об окне возможности который был узким и закрывался надо было им пользоваться обычно имеют в виду что надо было успеть напасть на украину пока она не милитаризовалась окончательно может быть надо понимать это в другом смысле надо было успеть так сказать огородить российское общество таким забором высоким и таким рвом глубоким чтобы она не выбралась из-за него даже если оно само по себе движется уже совершенно в другую сторону чтобы даже еще раз повторю смена поколений ничего не изменила в этом отношении грубо говоря за законсервировать режим через изоляцию такая задача ну сейчас это уже выглядит не как консервация как довольно такие радикальные изменения хотя по тем же которые которые были в принципе да это радикализация что называется того что выросло а не наращивание чего-нибудь другого может быть через некоторое время мы увидим но скажем новые лица на новые какие-то модальности а новые группы интересов или новые политические институты или социальные пока на арене все на сцене все те же выступают только скажем так кричат чуть громче и в случае репрессивных органов действуют энергичнее размашистее и так скажем массово но в принципе это тот же самый инструментарий те же самые акторы которые были так вот именно поэтому парадоксальным образом можно согласиться с тем что это не война в смысле не конфликт между двумя державами разрешаемые военными способами какой конфликт был у россии с украиной в чем состоял конфликт на конфликт нужны двое а это специальная военная операция то есть специальная операция внутри политической с военным элементом то есть специальная военная операция которая преследует грубо говоря внутриполитические российские цели вы это хотите сказать совершенно верно действуя при этом военным инструментарием что называется для для надежности вот представьте себе опять же это что называется рабочая гипотеза, но представьте себе такой взгляд. Вот опять же поставьте себя на место тех, кто, может быть, ощущал, как неудержимо утекает время у них между пальцем. И что если еще пять лет вот в этом же режиме, малопонятном, который у нас был, ну, там, скажем, с 18-го года по начало 22-го, вот такая вот жизнь, да, с репрессиями, с уничтожением, там, скажем, структур Алексея Навального, с дальнейшим закрытием всяких СМИ, но, в принципе, что называется, все в том же духе, а продолжалось в каком и было, и граждане, значит, вяло недовольны ростом цен, также, на самом деле, не одобряют никаких репрессий, репрессии не популярны были, запроса на них тоже не было, ну, как, кстати, запроса на военный конфликт не было тоже. Вот представьте себе, что все это происходит еще пять лет. Молодежь растет, старики стареют, ничего особенно нового не происходит, экономика не растет, не вырастет, что называется, ниоткуда, люди на это обращают все больше и больше внимания, компенсировать им это их недовольство, в общем, непонятно чем. А тут смотрите, да, значит, быть недовольным запрещено, карается уголовным кодексом. Одна статья уже есть, активнейшим образом применяется, сейчас родная Государственная Дума готовит следующее. Новые, новые, да. Значит, законы, всякое общение с иностранными организациями конфиденциальное, значит, вот тоже является нынче, не является нынче, но будет являться завтра. То есть госизменников прибавится, да? А госизменников у нас потихонечку прибавлялось в последнее время, спросите адвокатов, которые работают с этой категорией дела, помните, как ученых стали брать довольно активно. Журналистов? Не ту статью написали, да, совершенно верно, журналистов, просто жители приграничных территорий, вроде Калининградского края, которые там кого-то не того на свадьбу себе пригласили и фотографировались вместе. То есть это все было, это все было, но сейчас будет возможность, что называется, значительно расширить круг участников такого рода уголовных дел. То есть вот недовольным быть, как я сказала, запрещено. Это с одной стороны. С другой стороны, какая-то солидаризация с нашими, которые воюют неизбежным образом происходят, потому что, ну там вот, понимаете ли, люди гибнут, про наших гибнущих рассказывают, про тех других. Особенно не рассказывают, поэтому возникает понятная ассоциация себя со своими. Кроме того, весь мир против нас тоже очевидным образом уходят. Знакомые всякие категории товаров, знакомые торговые марки, онлайн-сервисы все поисчезали. Вот как это злые вы, уйду я от вас, почему от нас все ушли, разве мы злые? Спрашивает российский потребитель и убеждается в том, что в телевизоре говорили ему правду. Действительно, мир настроен антироссийский, никто нас не любит, наоборот, все желают нам всяческого поражения погибели. Экономические трудности объясняются очевидным образом. Разве вы не готовы пойти на жертвы ради, вот, так сказать, благой цели, ради победы? Великой цели, да. Формируется, да, формируется вот это самое сначала ложное большинство, потому что в начале, если вы помните, конец февраля, начало марта, шок и изумления были так велики, что, в общем, никакой консолидированной поддержки было не видно. Потом ее сначала сымитировали, и далее она образовалась под влиянием частью репрессивных мер, частью пропаганды. В некоторой пропорции, как всегда, эти два инструмента работают. И вот, вот, пожалуйста, вот есть народное единство, есть уже неизбежный разрыв с внешним миром, который не компенсировать, что называется, в обозримом будущем. Будут, видимо, территориальные приобретения, которые тоже назад уже не отдашь, потому что кто это будет делать, да, кто возьмет на себя такую политическую функцию, да. И территориальные прибавления – это некие очевидные, очевидное приобретение, очевидная победа. Вот было меньше, стало больше. Вот, смотрите, у нас стало больше земли, вот мы тут, значит, к себе чего-то понаприсоединяли. Ну, вопрос, я понимаю, о чем вы говорите, да. То есть, грубо говоря, как, я, знаете, пересматривал на днях интервью Бориса Акунина Юрию Дудю, и он там интересную формулировку, значит, выбрал, говорил о том, что многие диктатуры попадают в такую ловушку, которая называется маленькая победоносная война. И всегда понятно, зачем эта война начинается, да. То есть, там в стране растут протестные настроения, есть проблемы с экономикой, есть там, как бы, нестабильная политическая ситуация. И вроде бы кажется, что если ты ввязываешься в маленькую победоносную войну, то все проблемы решаются сами собой, за счет, вот, действительно, патриотического подъема, за счет какой-то солидарности, там, и так далее. Но зачастую это является именно ловушкой, потому что маленькая победоносная война оборачивается грандиозными, большими проблемами, которые в итоге сносят эту диктатуру. И не наблюдаем ли мы похожую ситуацию сейчас в истории с Украиной? То есть, по многим признакам, кажется, что Путин рассчитывал довольно быстро решить украинскую проблему. Довольно быстро занять Киев, довольно быстро занять территорию Донбасса, взять под контроль Южной области Украины и проложить сухопутное соединение между территорией России и Крымом. В итоге война продолжается, конца и края не видно, растет количество жертв с обеих сторон, растет количество разрушений. Те территории, которые, возможно, будут вот этими активами России, которые, видимо, будут присоединять к России, потребуют огромных средств для восстановления. Там разрушенный Мариуполь, сейчас вот там равняют с землей буквально населенные пункты, где стоит украинский гарнизон, ну там вот Лисичанск, Авдеевка, там и так далее. Многие населенные пункты просто сравнивают с землей в результате боев. Это потребует огромных затрат. Там, да? Плюс те люди, которые остаются на этих территориях, зачастую люди пожилые, которые, ну это то есть неработоспособное население, население, которое, которому надо платить пенсии, которого надо как-то вытаскивать из нищеты, там и так далее. А нет ли у вас ощущения, что Путин на самом деле загоняет собственный режим в ловушку? И именно эта ловушка приведет к тому, что режим начнет трещать по швам? Да, есть такая версия. И ее может подтвердить или опровергнуть только ход времени. Мы пока, нам кажется, что это уже все продолжается вечно. Анализируем с вами, пытаемся анализировать. Совершенно верно. Да, мы на очень раннем этапе происходящего. И, в общем, еще много чего не произошло, того, что должно произойти. Но я вам должна сказать, что в закрытой системе политической понижать уровень жизни населения можно, в общем, достаточно долго, до достаточно низких уровней. Когда я говорю о закрытой политической системе, я имею в виду ту, которая изолируется от внешнего мира, разрывая свои финансово-экономические и культурные научные связи. При этом такого рода система, это мы знаем на примере Венесуэлы, может совершенно не закрывать границы физически, а наоборот, всячески поощрять отъезд. Мы это и сейчас видим. Опять же, не будем показывать пальцем ни на кого включая самих себя. Но вот это настойчивое побуждение недовольных или инакомыслящих к выезду с альтернативой сесть, это очень распространенный прием. Я в этом смысле, еще раз, дорогой Илья Валерьевич, хочу вам выразить свое уважение, восхищение и изумление тем, что вы как-то вот еще ухитряетесь находиться в пределах Российской Федерации, что, конечно, ценность всего того, что вы говорите и делаете, повышает, я бы сказала, десятикратно. Это, знаете, как в игре «Эрудит», там, если буквку поставить на просто клеточку, а если буквку поставить на красную клеточку, то сразу количество очков умножается у вас там на 3 или на 10. Я не знаю, сколько это может продолжаться. Я тоже не знаю. Я надеюсь, что сколько это еще может, и еще больше надеюсь, что это не завершится каким-то для вас совсем уж травматичным образом, но пока просто... Пока в строю, пока в строю. И пока рад возможности с вами пообщаться в прямом эфире из Москвы. Так, да, да, взаимно. То есть, смотрите, по поводу треска по швам. Экономисты нам рассказывают в один голос, самые разные экономисты, о драматических, если не трагических, последствиях этого всего дела для российской экономики. Но появилась, по крайней мере, идея, которая способна все это объяснить. Хотя как долго будет общество принимать эти объяснения, это мы пока не знаем. И насколько, что важнее для автократии, насколько элиты будут счастливы в этом своем новом положении. С одной стороны, тех, которые несчастливы, можно легко заместить другими. Это тоже, в общем, не невозможно, скажем так. Но то, что принято решение оказалось неожиданным совершенно для всех, включая, например, очевидно, правительство Российской Федерации, его финансово-экономический блок, вообще финансовые власти... Да, учитывая то, что половина золотовалютных резервов были арестованы и заблокированы на Западе, очевидно, что финансовые власти просто понятия не имели о том, что планируется. Ну, вот, видимо, вообще никто особенно об этом не знал. И люди оказались поставлены перед фактом. Не просто там люди-граждане, да, а те люди, которым, собственно, предстоит работать и которые работают в этих новых условиях. Ну, пока мы не наблюдаем, надо сказать, никакого бедства, никого ниоткуда. Если есть какие-то уходящие, то это происходит негласно. Я имею в виду именно вот среди государственного аппарата, среди правящей элиты. Мы больше слышим про тех, кто уходит из госкорпораций. Это вот в достаточной степени видно. Возьмем, скажем, компанию Аэрофлот. Те люди другие, которые, например, на втором-третьем этаже структуры госуправления, скажем, министерств, ведомств, самых региональных представительств или региональной власти, которые уходят, они, в отличие от журналистов, общественных деятелей, естественно, не объявляют торжественно, что я теперь живу в Вильнюсе или я теперь живу в Ереване. Они уходят тихо, и даже подозреваю, может быть, как сын Владимира Вольфовича Жириновского, меняя имя, фамилия и отчество, с тем, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Но пока машина управления находится вот в этом состоянии замораживающего шока, работает, что называется, выполняет приказы, проявляет энтузиазм, появилась партия людей, которые хотят быть радикальнее, как это, большими католиками, чем сам папа, и большими монархистами, чем порой. Большим Путином, чем сам Путин. Совершенно верно, совершенно верно. Всякие нехорошие анонимные источники нам даже говорят, что они как-то недовольны его избыточной умеренностью, а умеренные, наоборот, недовольны его неумеренностью. В общем, он, видите, стоит между... Еще одна ловушка диктатора. Да, между двумя группами. Скажем так, в стабильной ситуации это и есть роль политического лидера. Он уравновешивает различные интересы. Он хранитель вот этого вот великого баланса. Но в ситуации, когда уже речь идет не просто там об интересах, как бы себе прибавить и сделать лучше, а стоит вопрос о жизни и смерти, то эти же группы интересов могут видеть в нем не уравновешивателя, а наоборот препятствия. Тем, кто хочет войны до победного конца, он не дает довоевать до победного конца. А тем, кто хочет как-то быстро закончить и договориться о хоть каком-то замерении и о снятии или, скажем так, смотрении сквозь пальцы на хоть какие-то санкции, он не дает сделать и этого. Из этого совершенно не следует никаких немедленных политико-организационных выводов. Я бы тут предостерегла от того, чтобы ждать прямо сегодня-завтра того самого вожделенного переворота, о котором столько было разговоров. Подождите, коллеги, не через три месяца это все происходит не так быстро. Я понимаю, что в невыносимой ситуации хочется, чтобы она побыстрее каким-то образом разрешилась, но это желание такое немножко детское. Давайте кто-нибудь другой за нас все сделает. Давайте мы просто проснемся и обнаружим, что, ой, смотрите, вот это все закончилось. Вот наконец-то оно все это закончилось. Я боюсь, что в истории так не получается. Слушайте, ну вот про то, как закончится пропобедный конец, все-таки с вашей точки зрения. Ощущение, что сейчас мы как-то вот все увязли в этой войне. Происходят в основном такие тактические сражения, практически полностью закончились переговоры, которые вроде бы как на первом этапе дали надежду. Вот в Стамбуле какие-то были достаточно динамичные консультации. С вашей точки зрения, как же все-таки может закончиться эта война? И какие последствия это может иметь для России ну и с экономической, и с политической точки зрения? К чему это вообще все приведет? Ну, смотрите, что сейчас выглядит реалистичным сценарием. Я опять же не хочу тут изображать военного аналитика, но понятно, что все мы следим за этими новостями. Выход на новую линию соприкосновения, то есть нечто подобное тому, что было в 2015 году. Это совершенно нехорошая пауза. Многие восприняты ее с облегчением и в России, и вне ее, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. То есть, грубо говоря, Новый Минск, грубо говоря, Новые Минские соглашения. Я бы так не формулировала. Некоторые политологи говорят о 38-й параллели, то есть, вот понимаете, да, между двумя воюющими странами. Вот одни дошли, докуда хотели или могли дойти, ну, например, вот в Донецкой и Луганской области. То есть, грубо говоря, все, что под контролем Путина, уходит к Путину. Вот, да. И все останавливаются на вот этой линии, и либо это фиксируется, либо это, что называется, просто происходит де-факто. Далее начинаются референдумы в этих территориях, либо о независимости, либо о присоединении к Российской Федерации. Далее празднуются вот эти вот все большие территориальные победы, и ситуация замирает до какого-то момента. Санкции не только никуда не девают, а я думаю, что если будет... Усиливаются, да, усиливаются. Скажем, или признание каких-то новых еще очередных народных республик, или тем более... Присоединение, да. Торитории, которые не будут признаны подобно Крыму, не будут признаны никакими другими членами международного сообщества, то, конечно, это вызовет новую санкционную активность. Тут уже даже не будучи специалистом по санкциям, более или менее это видно. А дальше как бы начинает ничего не происходить. Адаптация к санкциям, скажем так, уже более проникновенное ощущение их эффекта для конечного потребителя, то есть уже рост цен, скажем так, на другом уровне, либо контроль над ценами и какие-то элементы товарного дефицита. Страшный голод прогнозировать не буду, это маловероятно, хотя третий всадник апокалипсиса нам тут сейчас чрезвычайно кстати. Первых двух мы уже встретили, да, помните, как там у Иоанна Богослова, да, первый чума, второй война, третий голод, а четвертый смерть. Вот такие как-то такие у нас прогнозы. Но если отвечаем за них не мы, а исключительно. Не очень оптимистично звучит, конечно. Нет ли других экспертов, кроме Иоанна Богослова, на которых можно было бы сословиться. Исключительно апостол Иоанн за все отвечает. Так вот, значит, такая ситуация ни мира, ни войны, ни снятия санкций, ни ничего другого, она может продолжаться вполне некоторое время. Гражданам на вопрос, за что мы приносили такие жертвы, говорится, вот смотрите, у нас теперь еще есть новые территории, причем, опять же, в отличие от ДНР, ЛНР, которые, я не знаю, будут ли частью Российской Федерации или нет, к ним там какое-то особое отношение. Ну, например, Херсонская область, так же, как, скажем, Южная Осетия, они могут быть приятны сердцу российского гражданина, потому что это теплые приморские территории. Крым не Крым, но вот что-то такое похожее, что-то такое велое, курортное, плодородное, вот чем можно похвастаться, чему можно порадоваться. Потому что Донецкий и Луганский, эти фрагменты, они как-то, опять же, по опросам судя, не то, чтобы очень привлекали, по крайней мере, до 24 февраля, не то, чтобы привлекали российских респондентов. Так и 24 февраля и Херсон, про Херсон никто не говорил, и вообще в голову никому не могло прийти. Конечно, никому не могло прийти. Про Крым-то все-таки, про Крым дискуссия была с 90-х годов, правильно отдали, неправильно, про Херсон-то никогда не было вообще такого разговора. Юрий Михайлович Лужков покойный говорил, что Крым это русская земля, еще что называется, до того, как это было модным. И депутат Затулинсона туда ездил, я помню. На самом деле, Крым всегда стоял особняком. Вспомните там этот фильм «Брат-2», вы мне там еще за Крым ответите. Всегда Крым стоял особняком, но Херсон, Херсон всегда как бы признавался украинской территорией. Все последние 30 лет. Ну, вот теперь вот случилось, теперь случилось вот такое. Дальше будет референдум, на котором граждане выскажутся, так как надо им высказываться, предположим, такую вероятность. А дальше можно говорить, вот смотрите, какие замечательные места мы вам тут отвоевали и присоединили. Это еще раз повторю, я не для того вам это рассказываю, чтобы вы порадовались приобретению Херсона, а для того, чтобы было понятно, как это может быть воспринято. Вы спрашиваете, как вот оно дальше будет. Дальше, ну, например, там, скажем, если до осени вот это вот все произойдет, то дальше будет завершение этой самой горячей фазы и начало этого нового подсанкционного существования, существования в непризнанных миром границах, существования в изоляции. Россия действительно довольно большой скоростью выходит из самых разных международных соглашений и снимает с себя различные свои международные обязательства. На Совете Европы мы уже не состоим, ЕСПЧ, решение мы уже не исполняем болотскую систему, хотим отменять. Я не знаю, будем ли мы выходить из Всемирной организации здравоохранения или Всемирной торговой организации, тут есть и... ...кального, скажем так, спикера в общественном пространстве, но есть и какие-то аккуратные, осторожные такие полуопровержения из структуры исполнительной власти, откуда говорят, что, может быть, все-таки не надо, может быть, не так уж сразу. Но общую, так сказать, общую тенденцию изоляционистскую это совершенно никак не отменяет. Что дальше? Дальше действуют две силы, об одной из которых мне судить трудно, а другой, может быть, несколько легче. Поэтому начну со второй. Это вот, собственно говоря, экономический эффект, экономические условия этого нового модуса существования. неизбежная, уже проявляющая в сравнении социологических результатов апреля с мартом усталость от этой тематики. Это, может быть, не слишком нравственно звучит, что люди не возмущены, не в ужасе, а им как-то не доело, и они хотят отвлечься на какую-нибудь другую тему. Но, судя по всему, это именно так. Поэтому радость пройдет, поутихнет, ее надо будет каким-то образом поддерживать. Вот я попыталась объяснить, как именно можно было бы это сделать. Но вот, скажем так, этот самый взрыв энтузиазма тоже будет утихать. Это первое. И второе, это то, о чем много говорят другие, еще раз повторю, мне об этом судить трудно, это то, как будет вести себя украинская сторона этого конфликта, как она будет использовать свое вооружение и свои вооруженные силы, будет ли она как-то пытаться изменить эту самую линию соприкосновения, или, ну, давайте представим себе самый прекрасный для нынешних российских властей сценарий, или коллективное мировое сообщество скажет, давайте не будем обострять, мы только-только выдохнули, мы, может быть, только-только сговорились о том, как нам возить зерно и удобрение, значит, дайте нам пережить зиму хоть с каким-то хлебом и хоть с каким-то топливом, не начинайте весь этот ужас сначала. Еще раз повторю, это не тот вариант, не тот сценарий, который вот я бы прям прогнозировала всю минуту, но давайте себе представим и его. Ну, это не исключено, да. Он не является невероятным. Да, друзья, почти 22 тысячи человек смотрят нас сейчас в прямом эфире, у меня просьба для тех, кто недавно к нам присоединился, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь ссылкой на трансляцию в соцсетях, подписывайтесь на мой канал, потому что такие действия увеличивают аудиторию нашей трансляции, так работают алгоритмы Ютьюба, поэтому, пожалуйста, не ленитесь, накидайте нам лайков, это прям нужно. А я хочу еще один вопрос задать Катерине Михайловне. Вот, Кать, знаете, довольно часто, почти каждый стрим, я получаю много вопросов в чате от людей, которые спрашивают, ну, хорошо, ладно, вот вы там в судах, там на стримах на своих рубитесь, там высказываете точку зрения, занимайтесь публичной политикой, но мы живем вот обычной жизнью и тоже хотим приблизить окончание войны, но так а нам-то чего делать на практике? Каким образом, вот мы в своей частной жизни, что мы можем делать для того, чтобы противостоять войне, для того, чтобы приблизить окончание этих бесконечных убийств и разрушений? Вот что бы вы посоветовали людям, которые задают такие вопросы? Я бы посоветовала людям, которые задают такие вопросы, соизмерить свои риски и свои ресурсы. Существует множество методов ненасильственного протеста, они, в общем, все известны и никуда не делись, просто цена их в нынешних условиях чрезвычайно возрастает, но по-прежнему остались те способы, которыми вы можете, что вы можете сделать? Вы можете пытаться разрушать со своей стороны иллюзию монолитного большинства, монолитного лояльного большинства. Вот это один из главных столпов вообще государственной информационной политики, это создание такого рода представлений. Таким образом, у всякого человека несогласного возникает ощущение, что он один маргинал-извращенец, а все остальные за и при этом, так сказать, счастливы и довольны. Вот повышение видимости тех, кто думает иначе, это очень такая, скажем так, антивоенная задача. Это, скажем так, не бесплатно и тоже может быть в высшей степени рискованно, но есть еще даже и даже и сейчас остались методы, остались способы, которыми вы можете как-то проявить свою позицию. Ну вот ленточки зелененькие, я смотрю, люди вяжут, привязывают во всяких публичных местах, и это, в общем, тоже способ. Опять же, почему ленточкой не остановишь танковую колонну, но люди это видят, видят и понимают, что кто-то это привязал. Значит, тут, что называется, наши в городе есть, да, таких, как мы, их еще сколько-то. Кстати, забавный эпизод. В Петербурге задержали человека, который привязал ленточку к памятнику и хотели его оштрафовать за дискредитацию российской армии, но суд оправдал и отказался человека штрафовать, так что, ну, в общем, действительно, относительно безопасный способ выразить протест, судя по тому, что мы наблюдаем. Да, вроде бы, вроде бы да. Значит, далее, если вы в состоянии каким-то образом разговаривать с людьми с другой точки зрения, с другими взглядами, не доходя немедленно до мордобоя, то это тоже хорошо и полезно. Значит, как-то выразить свое мнение, при этом не напав на другого человека. Это важно. Почему это важно? Потому что многие из тех, кто вас слушают молча, они думают так же, но, что называется, опасаются высказываться. Если кто-то один что-то говорит, то, глядишь, уже и другие к нему присоединяются. Таким образом получалось, например, довольно часто, если находилось несколько родителей, которые против того, чтобы детей там выстраивали какими-то буквами, то, глядишь, это мероприятие и отменялось. Такое тоже было. Одному быть тяжело, а если есть кому присоединиться, то уже, в общем, присоединяться уже как-то не до такой степени страшно. Значит, что еще существует? Существует по-прежнему поддержка правозащитных организаций, адвокатов и тех структур, которые этих адвокатов всяким задержанным и преследуемым предоставляют. Это тоже все вполне есть. Значит, есть такая важная вещь, как писание писем политзаключенным. Значит, тут, не знаю, вы даете ссылки в описании к своему видео, я тоже могу эту ссылку дать на соответствующие сервисы, на соответствующие агрегаторы, которые вам помогут найти адрес вот того человека, которому нужно написать. Это, во-первых, есть всякие собрания по коллективному подписанию, физических открыток, там вы, что называется, увидите своих, вам будет легче, если вы напишете письмо, на душе у вас как-то станет легче и веселее. И тому человеку, который его получит, это будет действительно, как мы знаем, по многочисленным отзывам и светом в окошке, и каким-то оберегом, потому что это станет, станет понятно и ему, и окружающим, и администрации, того заведения, в котором он находится, что о нем не забыли, что его продолжают, продолжают о нем помнить, что есть какое-то внимание, какой-то лучик света с той стороны. А по-прежнему функционируют гуманитарные и просветительские образовательные инициативы. Например, замечательный проект «Учитель для России» продолжает работать для того, чтобы дети, молодые люди и подростки в малых городах получали хоть какой-то, слышали хоть какой-то голос цивилизации и культуры, а не обучались только для того, чтобы потом пойти в армию на контракт и в Росгвардию, и в ОФСИН. Вот для этого существует проект «Учитель для России», который позволяет людям на два года с соответствующей поддержкой, с дополнительной стипендией и с постоянным контактом с организаторами этого проекта уехать учителем по своей специальности в какой-то малый город или село. Там поработать. Многие и остаются, или если не остаются, то продолжают для себя карьеру в образовании. Значит, это все по-прежнему удивительным образом проходит под гидой высшей школы экономики. Вот, так что там вполне, вполне это все официально, а и при этом, по-моему, вот из таких гуманитарных инициатив, которые в будущем помогут нам предотвратить то, что случилось, это вот одна из самых, одна из самых важных, одна из самых заметных. Никакие из этих действий, как вы понимаете, происходящее не остановят. Тут не надо тешить себя какими-то особенными иллюзиями. Когда и если общественное настроение переменится, когда и если элитное настроение изменится, тут могут уже, может прийти пора для иных инструментов. Сейчас советовать людям, там, всем коллективно выходить на площадь, я не буду брать на себя такую ответственность, тем более, тем более, находясь не в России. Но, значит, пожалуйста, присутствуйте, разговаривайте, высказывайтесь, что называется, находитесь на своем месте, это уже демонстрирует в том числе окружающим о том, что иная точка зрения существует, что люди каким-то образом тоже существуют, другие, что они есть. И их, в общем, может быть, больше, чем кажется на первый взгляд. Катя, вы упомянули, действительно, что покинули Россию. Насколько я понимаю, после войны, буквально там через несколько недель вы уехали на учебу и вас практически сразу объявили иностранным агентом. Вот вы уехали и там прошло небольшое время, вас объявили иностранным агентом. На той же, на той же неделе, да. На той же неделе, да. И, в общем, понятно, что это своего рода такая черная метка. Ну и власти как бы дают понять, что, ну, вы в некотором смысле для них нежелательная персона в России. И в связи с этим хочется все-таки узнать, какие у вас личные планы, собираетесь ли возвращаться в Россию или все-таки в ближайшее время будете за границей? Ну, смотрите, я нахожусь здесь как стипендиат Академии Боша, фонда Боша. Это годовая стипендия, она выдается, ну, исследователям, ученым, публично. Этот фонд там не признан какой-нибудь нежелательной организацией? Нет, нет. Более того, Бош продолжает работать в России. Вот, так что, нет. Это фонд Бёля. У нас теперь нежелательная организация, что тоже совершенно ужасно, вот эта вот судьба и благодарность, которую получили эти немецкие фонды, которые 20 с лишним лет работали в России на культуру, на образование, на просвещение. Это, конечно, чрезвычайно грустная история. Среди всех остальных грустных историй нашего времени она как-то вот отдельно, отдельно печалит. Значит, таким образом, это, в общем, такая вот позиция, которая продолжается год. на этом основании я здесь. У меня нет никаких иных, скажем так, причин для того, чтобы находиться вне России. У меня нет видножительства, у меня нет гражданства. Мне не хотелось бы думать о том, что этот отъезд затянется на какие-то долгие исторические периоды. Понятно, что ситуация может развиваться таким образом, что возвращение станет невозможным. и, как ни грустно это видеть, многие люди обнаруживали себя в такой ситуации, когда они остановились заочно, ну, например, фигурантами уголовных дел, что, конечно, скажем так, меняет планы. А я про себя должна сказать, что мне от Роскомнадзора пришло, уже пришло письмо счастья, административочка будущая по поводу отсутствия, судя по всему, по поводу отсутствия маркировки на моих сообщениях в социальных сетях о маркировке иностранственной войны. Вы не ставите маркировку? Я не ставила ее до сих пор. Я консультируюсь с юристами относительно того, делать это или не делать. Конечно, не хочется совсем уж делать легкой эту работу, когда там одна административка, вторая, а дальше уже и уголовное дело. Это как-то вот совсем, скажем так, набрасывать шайбу на клюшку, поэтому так-то я, в общем, законопослушный иностранный агент, я тут ООО, значит, веду работу по его регистрации, что не очень легко, за пределами России, но тем не менее. Так что в этом отношении я собираюсь регистрироваться и отчеты писать, и это все входит в мои планы. Что касается маркировки, ну вот тут надо подумать, но есть, как вы понимаете, аргументы и в одну, и в другую сторону. Надо сказать, что хотя вот эта вот претензия по поводу отсутствия маркировки мне уже пришла, само оповещение о том, что я иностранный агент, мне так и не пришло. Более того, печальным образом Министерство юстиции Российской Федерации, как и многие другие официальные российские сайты, они могут быть открыты за пределами России, потому что они не пускают пользователей с нероссийскими IP. Поэтому я даже не могу свое гордое имя увидеть в этом самом списке и вынуждена ориентироваться исключительно на сообщения в социальных сетях. Так что есть, в общем, вполне ощущение такой некоторой последовательной кампании. Вы помните, как это все начиналось, как пришел запрос из ГУВД Москвы на нескольких сотрудников Шанинки, в том числе и на меня, в связи с делом Зуева, делом Раковой, по которому, кстати, сегодня какие-то новые обыски прошли теперь уже в РАНХИКС, в Академии Госслужбы. Опять же, ко мне с такими радикальными инструментами не приходили, но вот, что называется, информацию запросили. Потом в подъезде листочки расклеили о том, что я поддерживаю украинских нацистов. Каким образом и когда их поддерживала, остается неясным, но листочка была типовая, ее многим, как я потом поняла, гражданским активистам, общественным деятелям тоже туда раскидывали. Так что, в общем, не единичные случаи, а такие некоторые признаки вполне-вполне сосредоточенного внимания. Ну, посмотрим, посмотрим, как оно все это будет развиваться. Это, что называется, неожиданным это никак не является. Это, в общем, понятная практика. Да. Не я одна подвергаюсь ей. Ну, последний, наверное, вопрос. к вам, как к человеку, который находится в эмиграции, вот сейчас идет бурная дискуссия. Не говорите, не говорите так, это не эмиграция. Ну, тем не менее, во временном отъезде, во временном отъезде из России. На стажировке. На стажировке, да. Тем не менее, как бы вы сейчас ближе к эмигрантской тусовке, чем я, поэтому мне ваша точка зрения интересна. Началась бурная, довольно, дискуссия о хороших и плохих русских. Ну, то есть, хорошие русские, это те, кто порвал с России, значит, уехал за границу и заслуживает поощрения западных правительств. Ну, а плохие, стало быть, это все, кто остался, буквально все, ну, вот как следует из интервью последнего Гарри Каспарова, ну, потому что, якобы, все оставшиеся несут ответственность за войну. Я так понимаю, что вам пока еще паспорт хорошего русского не выдали. И вообще, как вы относитесь к этой дискуссии, какие у вас мысли? Вы знаете, меня не приглашали. Я ничего в таком не участвую. Все-таки, понимаете, люди, которые тут высказываются за, тут высказываются против, я вам должна сказать, что, опять же, насколько я вижу по социальным сетям, довольно мало кому из здесь находящихся, эта идея душу каким-то образом согрела. Организаторы потом говорили, что их неправильно поняли, что на самом деле это было как-то там типа в шутку сказано, и не будут они никакие паспорта хороших русских выдавать. Но, как бы то ни было, понимаете, люди, которые уехали сознательно с целью заняться здесь политической деятельностью или уехали, спасаясь от преследований, и потом тут занялись политической деятельностью, они действительно составляют некоторую отдельную такую социальную общность, я к ней никаким образом не принадлежу, поэтому я так немножко со стороны скорее за этим наблюдаю, но, ну, смотрите, резоны, резоны, в общем, понятны. Действительно, каждый, кто оказался за пределами России, столкнулся с тем, что российский паспорт, в общем, дискриминируется, и тоже назвать это неожиданным, трудно, так же, как трудно назвать неожиданным то, что происходит внутри России с теми, кто высказывает какую-то альтернативную точку зрения или просто пытается анализировать происходящее неофициальным образом. Это все понятно, но тем, кто этому подвергаются, от этого совершенно не менее грустно. Поэтому стремление с одной стороны выделить, так сказать, Агнцева подделить от других нехороших домашних животных идет параллельно с составлением списков совсем плохих людей, которые подвергаются санкцистами. Вот эта вот дискуссия о хороших русских, она несколько затмила предыдущую дискуссию о списке шести тысяч, помните? Ну, конечно, конечно. Зачем Навальный и его соратники составили список шести тысяч человек, в котором, значит, разные люди, которые тоже не виноваты, а они вообще-то на самом деле хорошие и против войны, но просто, да, просто у них там служба, семья и ипотека. То есть, видите, и составление черных списков, и составление белых списков одинаково нервирует публику, что тоже, в общем, понятно, любые персональные разборки, они, собственно говоря, задевают людей лично. И вызывают дискуссию, конечно. Естественно, естественно. Что я тут должна сказать? Действительно, невиданное количество людей, русских, русскоязычных, оказались одномоментно отторгнуты от родины. Среди них чрезвычайно много людей общественно активных, и людей высококвалифицированных, и людей профессионально пишущих, говорящих и привыкших к публичности. Интересно, что называется, будет посмотреть, сможет ли это сообщество проявить себя как сообщество, образовать внутри себя какие-то структуры, а не только переругаться друг с другом. То есть, получится ли по уровню самоорганизации как-то сравниться с белорусами, которые в этом отношении чрезвычайно хороши. Но у белорусского сообщества, конечно, есть неоценимое преимущество, у них есть вполне официальные структуры, признаваемые правительствами других стран, у них есть кандидат-президент, которая, как считается, на выборах победила, есть ее офис, который может есть легитимность у нее, она все-таки не самопровозглашенная, за нее люди голосовали, да? Да, совершенно верно. Значит, в российской части этого изнанеческого сообщества ничего подобного у нас не наблюдается, так что здесь никакого офиса образовать нельзя, а те люди, которые начинают составлять одни списки или другие списки, в первую очередь подвергаются вопросу, а вы сами-то кто такие? На кого вы опираетесь, на основании чего? Справедливые вопросы, в общем-то. что вы делаете, абсолютно, абсолютно справедливый вопрос, тут я вам должна опять же сказать как политолог, легитимность – это фундамент. Конечно, конечно. Это вот первое, понимаете ли, что обращает на себя внимание, вот где, какое у вас основание, какой у вас документ вы можете предъявить, а для того, чтобы мы поверили в то, что вы имеете право заявлять то, что вы заявляете, и делать то, что вы хотите делать. Это действительно проблема, она накладывается на известную уже годами и десятилетиями, скажем так, низкую способность русскоязычной публики как-то объединяться между собой. Сейчас надо сказать с этим лучше. Вот с чем хорошо это с не поками, с не появлением структуры политического представительства, правительства в изгнании парламентов, в изгнании каких-то вот комитетов общественного спасения, а скорее с структурами взаимопомощи. Вот тут я вижу очень перспективные, возникающие различные сервисы, которые ставят себе целью помогать уехавшим, помогать тем, кто иногда всего лишился и, в общем, приехал, что называется, без ничего, налегке и обнаружил себя в довольно, как минимум, непонятной, а как максимум, недоброжелательной среде. Так что вот здесь вот может быть надежда наша на преодоление атомизации и более высокую самоорганизованность, они скорее придут, будут реализованы вот с этой стороны, а не со стороны создания каких-то политических структур, публичных политических дискуссий. Но посмотрим, опять же, повторю это все еще на раннем этапе, пока выглядит вот так. Что ж, спасибо большое, Екатерина Михайловна, вот почти час мы с вами провели в этом эфире. Вот когда действительно время летит незаметно. Время летит незаметно. Спасибо вам большое, больше 20 тысяч человек нас смотрело в эфире, на пике 22 тысячи почти, это приятно. Спасибо вам, друзья, за интерес. Екатерина Михайловна, хорошего вечера и до новых встреч. Спасибо вам, Илья, как это, спокойной ночи и удачи. Спасибо, до свидания.